Вот прямо сейчас мы вам покажем, расскажем, да и вообще поделимся, где можно откопать свой собственный окаменелый коралл. Энтузиаст из Ялты планирует открыть необычный палеонтологический музей прямо в своем доме. Целый день он ходит по горам и всматривается в камни, чтобы найти древнюю раковину, а после, не поднимая глаз, часами очищает ее от породы. Жители Ялты Валентин Вербицкий вот уже 20 лет увлечен палеонтологией. Мужчина собирает окаменелые раковины моллюсков, которые остались в горах еще со времен, представьте, юрского периода, того самого, в котором жили динозавры. Разработал авторскую технологию, с помощью которой он собирает из осколков уникальные экспонаты. Он является единственным в Крыму, который воссоздает коралловые рифы из окаменелостей кораллов, раковин и других обитателей морских глубин. 160 миллионов лет назад на месте солнечного полуострова находился теплый и неглубокий океан Тетис. Он кишел жизни. В том числе там обитали кричиноколостные животные, известные сегодня как кораллы. Их остатки сегодня легко можно отыскать в Крымских горах. Крымских горах 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 Крымских горах